В детском саду Василёк отпраздновали День кадета и открыли новый музей. Какой? Смотрите в нашем репортаже. Кто такой кадет? Ответ на этот вопрос, несмотря на свой юный возраст, знают воспитанники детского сада Василёк. Они уже умеют маршировать, преодолевать полосу препятствий с игрушечным автоматом в руках, умело обходить минное поле и доставлять боеприпасы на военных грузовиках. Дошкольное образовательное учреждение – это ведущий вид деятельности игра, поэтому кто-то играет моряков. В нашем детском саду непосредственно направление кадетского движения, патриотического воспитания. Мы воспитываем детей не только смелыми, ловкими, умелыми, только физическая направленность, но и прививаем детей любовь к родине, заботиться о ближнем. Помимо спортивной подготовки, юных кадетов учат читать патриотические стихи, исполнять песни, воспитывают в них такие качества, как честность и дисциплинированность. В День кадета в детском саду открыли музей, посвященный Великой Отечественной войне. «Чтим и помним» – такое название получила экспозиция. Среди экспонатов – старинное военное обмундирование, боеприпасы, фляги, ордена и другие военные артефакты. Примечательно, что некоторые экспонаты были найдены в результате раскопок на территории микрорайона «Красная поляна». Данный музей могут посетить не только воспитанники нашего Дарского направленно-учреждения, но и других учреждений, которым данное направление интересно. Интересно и то, что музей «Чтим и помним» в детском саду «Василек» не единственный. Уже около года здесь работает музей, который называется «Русская изба». Здесь находится множество старинных экспонатов, которые передавались из поколения в поколение с 19 века. Кадетское движение в «Васильке» впервые появилось в 2015 году на традиционном параде дошкольников. Тогда детский сад стал первооткрывателем кадетского направления не только в городе, но и в Московской области. Сегодня каждое дошкольное образовательное учреждение и все школы охвачены почти на 90 с лишним процентов кадетским движением и юноармейским движением. И если базовая школа для кадетов является школа 3, то юноармейские отряды созданы в каждом дошкольном образовательном учреждении и в каждой школе. В «Васильке» сейчас 227 воспитанников. В их число входят две дошкольные группы военно-патриотической направленности. Это 28 юноармейцев и 26 кадетов, которые в 2018 году стали победителями конкурса среди региональных инновационных площадок в направлении «Юные кадеты». Дина Архипова, Константин Петров, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».